Итак, коллеги, начинаем. Личный бренд врача. Что же нужно, прежде чем начать вести социальные сети? Построить фундамент. Итак, в эпоху диджитал многие забыли о фундаменте личного бренда врача. Это я уже сказала, даже интересную историю рассказала. Из чего же складывается личный бренд врача? На самом деле, в настоящее время существует очень много книг по личному бренду, и в принципе, многие из этих книг можно применить на сферу медицины. Тем не менее, все равно есть в каждой специальности своя специфика. У юристов по строению личного бренда своя специфика, у экономистов своя специфика, а у врачей совершенно третья специфика. Поэтому из чего же он складывается? Безусловно, из непрерывного самообразования. Кому нужен врач, который плохо учится, который мало знает, не развивается и не обладает самой актуальной информацией? Я думаю, что никому. Безусловно, тенденция последних лет, которая внедрилась в нашу каждодневную практику, это доказательная медицина. Я, конечно же, с большой грустью могу сказать только о том, что мы начали говорить об этом буквально 2-3-4 года назад, в то время как во всем цивилизованном мире про доказательную медицину говорят уже с конца 80-х годов. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Поэтому, да, сейчас мы отовсюду говорим про доказательную медицину. Это стало таким неким мейнстримом. Каждый доктор, который ведет социальную сеть, старается написать у себя в шапке профиля или где-то, что он приверженец доказательной медицины и так далее. Это хорошо, это здорово, мы за науку, поэтому будем догонять наших западных коллег, которые уже давным-давно и лечат, и для них не нужно вообще в принципе говорить о том, вы знаете, что я представитель доказательной медицины. Это само собой разумеющиеся вещи. Безусловно, навыки публичных выступлений. Каждый доктор часто, может быть, даже и раз в неделю, несколько раз в неделю выступает перед той или иной аудиторией. Будь это журнальные клубы, будь это те или иные симпозиумы для фармацевтических компаний, будь то выступления перед пациентскими организациями, будь то небольшая конференция и выступления перед коллегами. Поэтому навыки публичных выступлений и построение самой главной презентации, то есть мало хорошо составить презентацию, нужно еще и грамотно ее преподнести. Сразу говорю, если кому-то интересно, на нашем канале YouTube есть моя презентация по поводу, не только моя, моя Юрия Игоревича. У нас есть презентация по правильному построению презентации и правильному выступлению на публике. Она длится около часа. Юрий Игоревич нам рассказывает про визуализацию данных. Я рассказываю про грамотному построению вашей презентации, как удержать внимание аудитории. Поэтому, пожалуйста, на канале НМИ Синклогии Петровой YouTube вы можете найти эту лекцию и прочитать. Это крайне необходимый навык. Безусловно, четвертый пункт – это навыки делового этикета и переписки. Об этом я на самом деле могу говорить бесконечно. Этому навыку никто, к сожалению, ни в России, ни в странах СНГ не учит. Очень многие из наших докторов считают абсолютно нормальным прислать файл без сопутствующего письма или вести переписку с нашими иностранными коллегами в невежливой форме. Но не потому, что доктор хочет так или иначе обидеть иностранного коллегу. Просто, к сожалению, не обладает этими навыками переписки. Поэтому мой посыл сегодняшней лекции, если у вас есть, я думаю, что это не проблема найти доступ к тем или иным материалам по деловой переписке и деловому этикету, пожалуйста, воспользуйтесь, потому что это тот фундамент, который поможет вам общаться, в принципе, как и с российскими коллегами, так и с западными коллегами, вести эффективную переписку, которая будет приводить к дальнейшим коллаборациям, которая поможет вам подавать на различные тревел-гранты, научные гранты, запрашивать стажировки и так далее. От правильного построения письма зависит очень многое. В рамках сегодняшней сессии мы, конечно же, по времени ограничены, но я обязательно в дальнейшем подготовлю отдельную лекцию и прочту лекцию о том, как правильно все-таки вести переписку. А, кстати говоря, по поводу делового этикета, опять-таки, на канале Медицин-онкологии имени Петрова есть лекция, даже две, о деловом этикете. Мы проводили ее в рамках нашего проекта «Спот», поэтому, опять-таки, не поленитесь, найдите. Руководитель школы этикета читает часовую лекцию о том, как правильно взаимодействовать с коллегами. Пятый пункт – это, безусловно, навыки общения с пациентами и коллегами. Никто не отменял ваш высокий интеллект, но нужно еще и применять эмоциональный интеллект. Навыки общения с пациентами также сейчас можно спокойно найти различные курсы по навыкам общения. Есть книги в доступе, есть как российских издательств, так и на английском языке, есть переведенные книги. Прочтение этих книг не займет у вас больше двух-трех часов, однако вы приобрете действительно необходимый ресурс общения со своими пациентами. Но с коллегами таких книг я не знаю, но, мне кажется, здесь очень помогут книги по эмоциональному интеллекту. Как вы считаете, Юрий Игоревич, важен навык общения с коллегами? Что вообще для этого нужно? Я считаю, что у меня самый высокий эмоциональный интеллект, но просто он не сильно выходит наружу, и поэтому иногда его… Прячете и пугаете людей вокруг, да. Но это очень важно. Но вы уже научились улыбаться. То есть, в принципе, я замечаю, что вы, когда общаетесь с коллегами, вы в конце стараетесь выдавить из себя небольшую улыбку. Таким образом предрасположить собеседников. Иногда это еще более пугает. Что есть, то есть. Итак, коллеги, и шесть, да, и только вот шестым пунктом мы дошли до того, что дальше уже можно развиваться в социальных сетях. Но мы поставили это практически последним пунктом, потому что вначале нужно построить, научиться каким-то навыкам, навыкам публичных выступлений, вы собираетесь ввести те или иные прямые эфиры, навыкам общения и так далее. Или после этого, ну, либо параллельно вы можете начинать ввести аккаунты в социальных сетях. Повышая свой уровень знаний, вы повышаете свою квалификацию и как результат качество выполняемой работы. Итак, первый пункт, который мы осветили, это самообразование, непрерывное самообразование. На самом деле мы все живем в эпоху диджитал. Это потрясающее время, когда каждый из нас может, не выходя из дома, учиться, развиваться у ведущих сообществ по медицине и онкологии. Мы можем читать статьи, слушать лекции, даже не посетив те или иные образовательные гранты, прослушать их потом в записи. На самом деле мы живем действительно в мире возможностей. Итак, какие ресурсы на настоящий момент? Да, у нас конференция по онкологии, поэтому я на самом деле написала ресурсы, которые, как мне кажется, самые передовые именно для онкологов. В первую очередь это up-to-date, это универсальный ресурс, который подойдет абсолютно всем врачам. Неважно, вы онколог, рентгенолог и так далее. Если вы хотите обладать самой передовой информацией по медицине, а очень часто в наших специальностях нужно обладать информацией еще и смежных специальностей. Мне, например, нужно знать генетику, иммунологию и так далее, потому что я онколог. И та же самая история и у врачей из других специальностей. Да, up-to-date и медскейп – это именно те универсальные ресурсы по поиску информации, о которых вы найдете абсолютно все, а самое главное – от лидеров мнений, и информация обновляется не реже, чем раз в полгода. Я уже слышу ваше возражение по поводу того, что up-to-date – это платный ресурс. Да, безусловно, это платный ресурс, но я не считаю, что он стоит каких-то сверх вложений. Это сейчас, насколько я помню, 30 долларов в месяц. Однако, благодаря тому, что вы потратите эти 30 долларов в месяц, как мне кажется, это не трата, это инвестиция в собственное образование. Вы получите… Просто перед вами действительно откроется весь мир, и вы можете даже ограничить в каких-то клинических случаях и ситуациях отправку пациента к смежному специалисту. Потому что вы можете проверить, да, там, как лечится гастрит. Все мы проходили, как лечится гастрит. Мы можем удостовериться, ничего ли не поменялось на up-to-date, и назначить необходимую терапию по лечению гастрита. Например. Итак, дальше это YouTube. Очень много сейчас лекций ведущих профессоров мира Oxford, Cambridge, и можно продолжать до бесконечности. Самое приятное – в бесплатном доступе. Вы можете вбить необходимую лекцию, найти, прослушать курс лекций, либо это будут какие-то единичные лекции. Очень много лично я получила информацию из YouTube. Спасибо большое создателям. Следующие ресурсы – это те ресурсы, которые, уверена, вы знаете, ими пользуетесь. Я надеюсь, это ESMA, ESSA, ASCA, Европейское общество медицинских онкологов, Европейская школа онкологии, Американское общество клинической онкологии. На каждом из этих ресурсов есть бесплатные лекции. Больше всего концентрация всего бесплатного и в хорошем качестве сосредоточена на сайте Европейской школы онкологии. На сайте Европейской школы онкологии есть не только вебинары, но и различные мастер-классы, на которые вы можете подать заявку, посетить в виде тревел-гранта. Такая же история с ESMA. Для молодых специалистов сейчас годовая подписка стоит 25 евро. Абсолютно аналогично вы найдете все необходимые ресурсы для непрерывного образования на ESMA. И на ASCA, конечно, для ординаторов и аспирантов регистрация бесплатно, для докторов платно. Тем не менее, есть точно так же и скидки, и бесплатные ресурсы на лекции. Я уже слышу опять-таки возражения, что все на английском языке. К сожалению, коллеги, я не буду углубляться в эту тему глубоко, но не зная английский язык, к сожалению, в настоящее время в сфере медицины приходится достаточно тяжело, потому что мало кто успевает переводить статьи и те или иные вебинары на русский язык. А если мы хотим обладать самой последней информацией, безусловно, английский, медицинский английский необходимы. И на этих ресурсах, как я уже сказала, вы можете найти образовательные гранты и прослушать лекции не только онлайн, но и оффлайн. На многих ресурсах, которые вообще, в принципе, сейчас существуют, не требуются какие-то сверхдокументы, сверхтребования для подачи. На некоторых ресурсах вообще достаточно просто отправить ваше резюме. Некоторые ресурсы просят составить клинический случай, что совершенно несложно, и помимо этого прислать ваше резюме, например, рекомендательное письмо. Как, в принципе, по времени подача на тот или иной образовательный грант редко занимает больше полутора-двух часов. Юрий Игоревич, во сколько по времени? Вот вы, я знаю, 14 грантов где-то получили, да? Вы считали? 14? Ну, может быть, чуть больше. Может быть, 15. Сколько у вас обычно по времени уходило на подачу на тот или иной образовательный грант, чтобы бесплатно съездить в Европу и посетить мастер-класс по времени? Ну, первый раз, наверное, часа 2-3, а все остальные 10 минут. Коллеги, вы слышали, это просто потрясающе. Потрясающе. Я, наверное, все-таки более тщательно по-прежнему подхожу к этому процессу и все-таки перепроверяю, поэтому у меня, наверное, уходит сейчас, ну, минут 40. Ну, у Юрия Игоревича 10 минут, вы видите? То есть нет ничего сверхъестественного. Кто как знает английский, извините. Ну, извините, Юрий Игоревич, конечно, у нас носитель практически английского языка, поэтому, коллеги, да, оффлайн-мероприятие. Мы, несмотря на то, что мы сейчас не выездные, тем не менее, скоро границы откроют, и мы не забываем про то, что оффлайн можно посетить абсолютно потрясающие лекции, прокачать свое резюме. Итак, наука – это классика, она не может быть вне моды, поэтому вторым пунктом, да, который мы осветили в начале лекции, это, безусловно, приверженность к науке, приверженность к доказательной медицине. Помните, что нужно стараться все-таки, стараться писать статьи те или иные, заниматься научной работой, потому что это один из тот пунктов в вашем резюме, на который обращают внимание в том числе при подаче на гранты, в том числе при принятии вас на работу. Мы все знаем, да, что в резюме мы пишем предыдущие места работы, мы пишем те или иные достижения, посещение мастер-классов, вебинаров и так далее, что мы обсудили в предыдущем разделе, но и обязательный пункт отдельный – это участие в клинических исследованиях, если такая возможность была, и публикационная активность. Помним точно так же, что научная работа позволяет создать и те или иные коллаборации, в том числе с иностранными коллегами. Например, есть какое-то редкое заболевание, те же редкие опухоли, вы собираете данные вместе с иностранными коллегами, таким образом вас ставят в соавторы, и ваша публикационная активность вновь повышается. Тут на самом деле вариантов очень много. Навыки публичных выступлений и презентации, да, как мы уже сказали, это один из ключевых навыков вашего позиционирования как эксперта. Поэтому если куда-то зовут, обязательно соглашайтесь. Пускай вначале это будут небольшие выступления на журнальном клубе, если такой имеется у вас в учреждении, если не имеется, нужно что сделать? Его создать самому. К сожалению, за вас этого не сделает никто. Поэтому если хотите тренироваться в навыках критического чтения статей, в навыках публичного выступления, составления презентации, бесконечно обсуждать со своими коллегами новые тенденции в вашей профессии, в вашей сфере и так далее, здесь выход только один. Либо в одиночку сидеть дома, читать статьи и самому себе рассказывать, что, наверное, не очень эффективно и мало, скажем так, приносит результата. Лучше создать журнальный клуб. Если у вас в учреждении еще нет журнального клуба, я вам рекомендую его создать самому. К сожалению, по-другому это не работает. Добрый волшебник не придет и не скажет, а пойдемте на журнальный клуб, вам придется это все сделать самому. Навыки делового этикета. Грамотное общение с коллегами, конечно же. Я советую вам прочитать все топовые книги по эмоциональному интеллекту, потому что в нашей профессии мы постоянно взаимодействуем с коллегами. Даже патоморфологи, которые вроде бы где-то вот сидят далеко от нас и пишут нам заключения гистологические, мы все равно постоянно с ними взаимодействуем. Поэтому, наверное, сложно себе представить специальность врачебную, которая никак не коммуницируется со своими смежными специалистами. Поэтому здесь только может помочь прокачивание вашего эмоционального интеллекта. Навыки деловой переписки, опять-таки, есть. Можно спокойно найти эти ресурсы в интернете. Их много. И есть даже какие-то образцы переписок. Ну, как правило, это все есть на английском языке, но можно найти и на русском языке. Как правильно составлять письмо. Есть общие принципы, да, избегать, например, восклицательных знаков, больших букв. Обязательно настроить вашу автоматическую подпись, чтобы это все было вежливо. Как правильно обращаться к коллеге, да, по-английски мы говорим, где коллег, по-русски мы говорим, уважаемые, имя, отчество и так далее. Такие, на самом деле, мелочи, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно ненужными, что в этом такого, они в том числе будут таким маленьким пазлом вашего личного бренда. Навыки общения с пациентами и коллегами. Прежде всего, конечно же, мы должны думать о том, чтобы давать людям пользу. То есть, если мы даем людям пользу, мы даем пользу нашим пациентам, коллегам, это рано или поздно нам вернется и поможет нам эффективно взаимодействовать в том или ином микросообществе. Усердно трудиться и не забывать про принцип win-win. В любой, скажем так, коммуникации врач-пациент, врач-врач, и врач, я не знаю, фармацевтическая компания и так далее, всегда нужно стараться думать о принципе win-win, да, когда выигрывает от общения каждый. Да, Юрий Игоревич? Да. У меня сегодня очень интересный дискутант. Коллеги, что еще? Что еще? Вот еще шесть пунктов написала, да, про которые мы часто забываем, но про них тоже нужно помнить. Это визитная карточка. Я думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда мы встретили вот он, этот нужный человек. Есть даже в тренингах американских, есть такое упражнение, называется как-то 10 секунд, или проехать в лифте с важным человеком. В общем, как-то так называется это упражнение, когда вы должны успеть там за 10-15 секунд рассказать, здравствуйте, меня зовут Евгения Харченко, я врач-онклог. У меня есть проект, который я бы хотела вам рассказать, и вы могли бы быть мне очень полезны. В свою очередь я готова гарантировать вам вот такие вот такие вот такие бенефиты, и в конце дать свою визитную карточку. Поэтому визитная карточка всегда должна быть с вами. А он говорит, не нужна мне ваша карточка. Ну не нужна так, не нужна ничего, придет другой. Ушла одна возможность, пришла другая возможность, Юрий Игоревич. Вторая ушла, третья пришла. Знаете, одни двери закрылись, другие двери открылись. Потому что вы едете в лифте, конечно, двери открылись, закрылись, вышел, ушел, пришел, следующий. Вышел, один сказал, не нужна, зашел другой. А ему моя карточка уже нужна. Поэтому мы живем в мире возможностей. Визитную карточку коллеги можно спокойно заказать у дизайнера, распечатать. Я думаю, что у многих из вас уже есть визитные карточки. Если нет, озадачитесь этим вопросом. Сайт врача, опять-таки, сейчас очень много всяких ресурсов по типу тильды, где можно сделать свой маленький сайт, и он будет бесплатный, и не будет требовать даже никаких помесячных оплат, техподдержки и так далее. Поэтому сайтом врача тоже можно озадачиться. Сейчас, опять-таки, уже не нужны для этого какие-то огромные ресурсы, привлечение, массовое привлечение специалистов. Многие научились делать на тильде, на конструкторах сайтах это самостоятельно. Интервью СМИ. Если вас приглашают, тоже старайтесь не отказываться, но берегите репутацию с молоду, потому что СМИ, СМИ-рознь. Создание микросообществ. Вы работаете в том или ином учреждении, вы решили создать журнальный клуб, вы решили возглавить журнальный клуб, вы решили создать, например, общество молодых неврологов, рентгенологов, кардиологов, как угодно. И это вновь вас как основателя, сопредседателя и так далее прокачает ваш личный бренд. Вы окружите себя яркими людьми и создадите то микросообщество вокруг себя, в котором вам будет комфортно. Общественная деятельность. Старайтесь не забывать о том, что, да, безусловно, врачи это те люди, которые каждый день помогают другим людям. Тем не менее, это наша работа, и все-таки это не благотворительная деятельность. А про благотворительную деятельность старайтесь также не забывать те или иные пациентские сообщества, помогать им читать для них, возможно, лекции, может быть, какие-то информационные материалы предоставлять, участвовать в благотворительных забегах, например. Это опять-таки тоже будет вносить ту или иную лепту в построение вашего личного бренда. И вот только в конце мы с вами дошли до упакованных социальных сетей. То есть вот мы полностью развили себя как личность, прокачали все навыки этикета, деловых переписок и так далее. И вот настал тот момент, когда мы вот такие классные можем упаковывать в свои социальные сети. Спасибо большое коллеге. Здесь есть мои контакты. Если вдруг вам понадобятся какие-то ответы на вопросы, подсказки и так далее, есть мой сайт, есть мой инстаграм, есть мой фейсбук, которым я уже пользуюсь реже, есть моя почта. Пожалуйста, пишите, подписывайтесь. Буду рада ответить на ваши вопросы. И вот теперь моя лекция подошла к концу. Продолжение следует...